Приветствуем вас снова. Это продолжение нашего разговора о том, как правильно обращаться с аудиоаппаратурой. Сегодня у нас снова тема, которая всегда вызывает оживленные споры. Прогрев. Нужно ли давать усилителю или колонкам поработать перед тем, как они зазвучат в полную силу? Есть ли за этим реальная физика или это больше ритуал аудиофилов? Продолжим разбираться. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Вот включил усилитель, дай ему поработать полчасика, а то звук не тот. Это реальность или миф? За этим есть физика? Это не миф. За этим стоит совершенно конкретная физика. Прогрев – это, по сути, время, за которое все электронные компоненты внутри аппарата достигают своей стабильной рабочей температуры. То есть, пока он холодный, он работает не так? Именно. Когда ты включаешь холодный аппарат, его внутренности начинают греться. И параметры компонентов, транзисторов, резисторов, конденсаторов, они немножко плывут, пока температура не установится. Это называется температурный дрейф. И как это влияет на звук? В транзисторных усилителях это особенно критично для выходных каскадов, для мощных транзисторов. У них часто есть такая штука. Чем величей транзистор, тем легче он пропускает ток. Опа! Опасно! Без контроля, да. Это может привести к лавинообразному росту тока и перегреву, тепловому пробою. Конечно, есть схема стабилизации. Они следят за током покоя этих транзисторов. Но этим схемам нужно время после включения, чтобы выйти на стабильный режим, пока все вокруг не прогреется и не устаканится. А, то есть пока все плавает, усилитель работает не совсем в том режиме, в котором его задумали. Совершенно верно. Рабочая точка может быть смещена. Это может давать небольшие дополнительные искажения, чуть менять тональный баланс. А когда все прогрелось, устаканилось, усилитель выходит на свой расчетный режим, и звук становится таким, каким должен быть по задумке конструкторов. Понятно. А у ламповых тоже температура? У ламповых главное – это стабилизация эмиссии катода. Лампа ведь как работает? Катод нагревается и испускает электроны. Пока катод холодный или недостаточно прогрет, поток этих электронов нестабилен. А от стабильности этого потока зависит и усиление лампы, и ее линейность, то есть искажение. Значит, им нужно еще больше времени? Как правило, да, ламповым аппаратам обычно нужно больше времени на прогрев. Рекомендации разные – от 15-20 минут до получаса, а то и часа, чтобы катоды вышли на оптимальную температуру и эмиссия стала стабильной. Ясно с усилителями, но ведь говорят еще про разминку колонок и даже кабелей. Но это же другое? Абсолютно другое. Это важно не путать. Разминка или обкатка акустики – это процесс, который происходит один раз в самом начале. Когда новые колонки купил? Да, в первые десятки часов работы. И что там происходит? Материалы подвесов – это резиновые или тканевые кольца по краю диффузора и центрирующих шайб. Такие гофрированные штуки у основания. Они становятся эластичнее, разрабатываются для улучшения их подвижности. Это делает подвесы чуть более эластичными, что может слегка повлиять на бас и снизить искажения. Эффект есть, но он обычно небольшой. Иногда сильнее срабатывает психоакустика. Но это однократная история. Ежедневный прогрев колонкам не нужен. А кабели… Прогрев кабелей – это что? С кабелями все куда менее очевидно. На данный момент нет научных данных, которые губ подтверждали заметное изменение их звучания после разогрева. То есть вообще ничего не меняется? Физически есть небольшие изменения. Сопротивление проводника слегка зависит от температуры. Кабель может чуть нагреться при токе. Но на практике это изменение в результате на уровне долей децибел. И это не может повлиять на звук. А тогда почему об этом говорят? Чаще это связано с субъективным восприятием. Предполагаю, что уши и мозг адаптируются к звуку, и иногда кажется, что кабель раскрылся. Кто-то уверен, что слышит, кто-то нет. Если коротко, пока нет подтверждений, что прогрев кабеля объективно влияет на качество звука. Ну а дальше мы продолжим рассматривать влияние прогрева на звук. Оставайтесь с нами. Мы поговорили об аналоговой частоте звука. Ну а что насчет цифровой? Вы хотите извлечь максимум из вашей аппаратуры. Не секрет, что при конвертации разрешение аудиофайлов можно потерять качество. Автор нашего канала разработал АУИ-конвертер – профессиональную программу для тех, кто ищет точность в каждой ноте. Особенно для тех, кто для этого уже инвестировал в дорогую систему. АУИ-конвертер готовит записи в высоком разрешении для открытия возможностей вашей аудиотехники – домашней и мобильной. Полная и бесплатная версии нашего аудиоконвертера имеют одинаковое качество обработки звука. И в бесплатной версии нет демоограничения в 2 секунды тишины при конвертации одиночных файлов до 24 бит, 192 кГц на входе и выходе. Что позволяет вам с удовольствием погружаться в любимую музыку. А если вам понравится, вы можете поддержать наш проект, включая этот канал, купив полную версию ProduceRD. Она открывает все возможности АУИ-конвертер, и вы можете наслаждаться коллекцией ваших записей на своей великолепной аппаратуре. Пока ProduceRD работает над пакетом файлов, вы можете посвящать это время другим нужным делам. Скачайте бесплатную версию АУИ-конвертер и оцените качество сами. И это вас ни к чему не обязывает. Все ссылки в описании. Понятно. Значит, усилителям прогрев реально нужен для стабильной работы. А вот на слух, неужели разница такая большая? Прямо тускло и безжизненно. А потом ух! Ну, некоторые так и описывают. И пользователи, и эксперты. Говорят, что холодный аппарат звучит как бы плоско, зажато, не хватает воздуха, деталей. А после прогрева звук раскрывается, становится полнее, объемнее, музыкальнее. И это ведь логично, если вспомнить про физику. Ну да. Если рабочая точка плавает. Да. Нестабильный ток покоя или нестабильная эмиссия – это реальное отклонение от нормы. Они могут давать искажения, менять баланс частот. А когда все стабилизировалось, усилитель работает как надо, и это воспринимается как улучшение. Итак, мы прошлись по всем пунктам. Износ от работы, стресс от включения, физика прогрева. Как теперь все это сложить в кучу и решить, что делает со своей системой? Рецепта одного нет. Это ясно. Абсолютно. Это всегда баланс. Баланс между долговечностью, качеством звука прямо сейчас, счетами за электричество и просто удобством. И не забывайте о пожарной безопасности, а то вообще нечего будет слушать. Ну, может, есть какие-то общие ориентиры в зависимости от типа аппарата? Да. Можно попробовать сформулировать некую модель принятия решений. Вот смотри. Есть ли у нас современный транзисторный усилитель? Класс А, А, Б или Д? Самый распространенный вариант. Да. Тут, наверное, самый разумный подход такой. Если слушаешь музыку днем, с перерывами, то можно оставлять его в режиме ожидания, в стендбай. Чтобы не щелкать часто. Именно. Минимизировать стресс от полных включений. А вот на ночь, или если уходишь надолго на работу, в отпуск, тогда лучше выключать полностью. Чтобы конденсаторы отдыхали, и электричество не тратилось, и пожара не случилось. Точно. Благо, многие современные аппараты умные. У них и стендбай экономичный, и автоотключение есть. Хорошо. А есть ли аппарат старый винтажный или вот тот самый горячий класс А? А вот тут ситуация другая. Риски перегрева и ускоренного старения, особенно конденсаторов, они выше. Плюс класс А ест энергию постоянно и много. Поэтому для таких аппаратов, наверное, полное выключение, когда не слушаешь, это более разумный выбор. Если цель продлить им жизнь и не переплачивать за свет. Логично. А ламповые? Тут вообще философия, как мы поняли. Да. С лампами это почти мировоззренческий выбор. Либо ты выключаешь каждый раз, чтобы сбереть дорогие лампы. Максимально продлить их ресурс. Да. Но ждешь прогрева каждый раз. Да. Либо оставляешь включенным для удобства, для стабильного звука с первой ноты. Но тогда будь готов морально и финансово к тому, что лампы придется менять чаще. Понятно. Значит, для большинства современной техники компромисс. Выключать ли надолго. Для горячих и нежных выбирать ресурс или удобство. Именно так. Если вот прям в виде плюсов и минусов. Непрерывная работа. Для нее плюс. Нет стресса включения. Всегда готов. Звук стабилен. Уже прогрет. Минус. Старение конденсаторов, ламп, расход энергии. Особенно класс А теоретически выше риск от скачков сети. Хотя от этого можно применить средства защиты, о которых мы говорили в другом нашем видео. Смотрите по ссылке в описании. Теперь выключение. Выключение имеет плюс. Продлевает ресурс. Экономит энергию. Меньше рисков от сети. Минус. Стресс при каждом включении. И нужно ждать прогрева для оптимального звука. И раз уж заговорили про прогрев, давай еще раз напомним, сколько примерно ждать. Да. Ориентиры такие, исходя из физики. Современные транзисторные А, АБ, Д обычно минут 5-15 хватает. Они довольно быстро стабилизируются. Ламповые. Тут надо потерпеть. Минут 20-30. А лучше и до часа, чтобы катоды хорошо прогрелись. А колонки и кабели? Колонки. Разминка один раз в начале жизни. Десятки часов. Ежедневный прогрев не нужен. Кабели. Ну, это пока больше про мифы, чем про физику. Что ж, мы довольно подробно все разобрали. Вывод главный. Универсального ответа включать или выключать нет и быть не может. Совершенно верно. Это всегда личный выбор. Нужно понимать вот эти компромиссы. Тепло против стресса. Ресурс против удобства. Звук сразу против ожидания. Ну и счета за электричество и проблемы с пожарной безопасностью. Да, нужно учитывать свой тип аппаратуры и свои приоритеты. Но вот что точно ясно. Прогриф – это не шаманство. У него есть реальная физическая основа. Безусловно. И он действительно влияет на то, как звучит система. Особенно в первые минуты или десятки минут после включения. Да, для достижения стабильности работы компонентов это необходимый процесс. И вот знаешь, какая мысль пришла в голову под конец? Какая? Мы видим, как сильно все зависит от температуры, от цикла включения. А что, если в будущем появятся, скажем, умные системы, которые будут отслеживать состояние компонентов в реальном времени? Интересно. Типа встроенные датчики? Ну да. Представь, усилитель сам тебе говорит «Эй, я уже 8 часов работаю без перерыва, конденсаторы нагрелись до 80 градусов, дай отдохнуть». Или «За последний месяц был 100 циклов включения, риск для пайки растет». Слушай, это было бы здорово. Это позволило бы принимать решения не просто по типу аппарата, а гораздо точнее, исходя из реального состояния и режима использования конкретной системы. Вот. Можно было бы оптимизировать этот баланс между износом и удобством для себя лично. Отличная мысль для размышления на будущее. Интеллектуальное управление ресурсом. Ну что ж, спасибо за этот подробный разбор. Надеюсь, наш разговор поможет слушателям сделать свой уже более осознанный выбор. Да, надеюсь, было полезно. И получать еще больше удовольствия от любимой музыки. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях, что вы думаете о прогреве ваших аудиокомпонентов. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезные вам видео. И если было интересно, поделитесь ссылки на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!